Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Лебедев Антон. И сегодня мы продолжаем говорить о курсе «Математические методы в химии». Сегодня у нас по плану разбор первой части четвертого модуля. Видео будет относительно небольшим, и мы будем разбирать в данном модуле именно теорию вероятностей. Ну, как разбирать? Мы, естественно, с вами математический курс теории вероятности проходить не будем, а просто освежим в памяти то, что вы когда-то проходили в курсе математики. Эта часть нашего курса важна, во-первых, в плане подбора различных вариантов того или иного события. Это очень важно для того, чтобы, ну, например, пользоваться точным тестом Фишера или пользоваться х-квадрат критерием Пирсона, о котором мы с вами поговорим во второй части видео, ну и рядом других статистических критериев. Ну, в целом также есть ряд задач именно в химической области, в том числе и в фармацевтической химии, которые решаются исключительно с помощью теории вероятности. Ну, такие как, не знаю, предсказание количества брака, да, ну, есть какая-то вероятность наличия брака, да, в партии, там, упаковки, лекарственного средства. Вот, и нужно, например, просчитать вероятность того, что вот бракованный продукт без стадии анализа и контроля качества может попасть на рынок, да, например, такое, или вероятность выхода из строя того или иного прибора. Ну, и так далее, и так далее. Вот, все это мы с вами будем разбирать больше уже на лабораторных занятиях. И сегодня мы исключительно с вами, ну, так скажем, я вам напомню, что это такое вообще теория вероятности и как необходимо проводить логические операции, ну, для того, чтобы решать данные задачки. Ну, а с теорией мы вернули, да, там, с распределением Пуассона мы уже познакомимся на лабораторных занятиях. Итак, в этом видео мы разбираем единственный пункт, это теория вероятности и случайное событие. Так, давайте переходить, собственно, к модулю, да. Так, теория вероятности. Ну, теория вероятности, она изучает закономерности, возникающие в случайных экспериментах. Ну, случайно называют эксперимент, результат которого заранее невозможно предсказать. Ну, и, собственно, вот это и есть отличительная особенность случайного явления от предопределенного или детерминированного. Ну, и, также, не все случайные явления можно изучать методами теории вероятности, а лишь те, которые могут быть воспроизведены в одних и тех же условиях. Теория вероятности – это наука, изучающая закономерности протекания случайных событий. Итак, события, которые могут произойти в результате опыта, можно разделить на три основные группы. Это достоверное событие, тот случай, когда событие происходит при проведении опыта. Это невозможное событие, тот случай, когда в результате опыта событие произойти не может. Вот, и случайное событие, когда событие может произойти, а может и не произойти. Ну, вот пример, давайте разберем на конкретном примере. Это пример с броском монеты. Ну, вот у нас есть реверс и аверс, да, монеты. Вот, достоверным событием является то, что при броске монеты выпадет либо орел, либо орешка, да. Ну, как бы у нас третьего не дано. То есть, выпадение либо реверса, либо аверса, да, у нас это достоверное событие. Невозможное событие, да, это событие, которое не может произойти. Это монета, событие того, что монета упала на ребро. Мы такое событие с вами исключаем, как очень-очень маловероятно и считаем его невозможным. И случайное событие, когда при броске монеты может выпасть, ну, орел, например, да. Это случайное событие, ну, и с математическим ожиданием, да, 0,5. Далее мы поговорим о сумме и произведении вероятностей. Вот, сумма событий А и Б называется суммой и наступает тогда, когда хотя бы одно из событий А или Б произошло. То есть, это так называемые, ну, так скажем, плюс, это, так сказать, оператор или, да, если кто знаком с программированием. Вот, собственно, здесь может произойти либо событие А, либо событие Б, да, поэтому мы в таких случаях складываем эти вероятности. И есть еще произведение событий А и Б. Оно наступает тогда, когда оба из этих событий происходят. Ну, фактически, ну, либо одновременно, да, чаще всего одновременно. Ну, либо одно следует за другим непосредственно. Далее, несовместные события. Это тот случай, когда появление события А невозможно одновременно с появлением события Б. То есть, событие А исключает событие Б. Ну, вот, например, при однократном бросании монеты может выпасть либо орел, либо решка, да, то есть одно событие исключает другое. Если выпал орел, то решка уже выпасть при этом не может. Далее, совместные события. Это тот случай, когда событие А возможно вместе с появлением события Б. Например, ну, при однократном бросании игральной кости выпадение числа 3 и нечетного числа являются совместными, да. Это тоже вот примерчик. Равновозможные события. События, которые могут наступить с равной вероятностью. Ну, например, вероятность выпадения грани игрального кубика. И события называются противоположными, да, если при наступлении событий А, ну, А противоположное, событие А не наступает. Вот, и, собственно, совокупность всех исходов эксперимента носит название множества всех элементарных исходов случайного события и обычно изображается буквой Омега, греческой буквой Омега. Вот, ну, это что касается определений, да, определений. Вот, далее поговорим о подходах к определению случайного события. Их, ну, основных два – это классический и статистический. В классическом подходе используется такая характеристика, как вероятность события. Вот, где Н, А, да, это не число Вагадра, а количество благоприятных исходов, то есть тех исходов, в результате которого событие А наступит. А Н – это общее число элементарных исходов. То есть здесь мы как бы применяем нашу логику, да, наш, так скажем, мозг, да, анализируем и говорим, что вот есть некая вероятность наступления события А, да, из общего числа исходов. И статистический подход. Здесь мы рассматриваем относить такой параметр, как относительную частоту события. Вот, и здесь у нас статистический подход основан как бы на эмпирике. То есть мы проводим эксперименты, да, натурно, и получаем значение относительной частоты события, которое при большом числе опытов будет стремиться к вероятности случайного события, да. Это будет стремиться сюда при Н, стремящейся к бесконечности. Вот, ну, соответственно, есть, исходя из этого, чем больше мы проведем, проведем опытов в статистическом, в статистическом плане, да, тем, тем более точным будет наш результат. Ну, и здесь у нас появляется Н малое А, да, это количество исходов, да, в ходе экспериментов, которое произошло, и Н это общее число экспериментов. Итак, аксиомы теории вероятностей. Ну, во-первых, вероятность достоверного события равна единице. Ну, напомню, что вероятность появления, ну, вероятность реализации события, да, какого-либо, она лежит в интервале от нуля до единицы. Нуля до единицы включительно. Вот, соответственно, вероятность случайного события, она лежит уже в интервале вот таком вот. Вероятность какого-то события А случайного, ну, и в данном случае С, она лежит уже вот в таком, да, то есть оно может произойти, а может и не произойти. Вот, соответственно, вот вероятность случайного события не может быть равна нулю и не может быть равна единице, иначе это либо невозможно, либо достоверно. Вот, ну, как бы, здесь я уже все сказал, да, невозможно, вероятность невозможного события равна нулю, да, и вероятность случайного события лежит в интервале от нуля до единицы, не включительно. Так, далее. Пусть события А и Б являются несовместными, тогда вероятность того, что произойдет хотя бы одно из этих двух событий равна сумме их вероятностей. Вот, ну, пример. Вероятность выпадения на игральном кубике при одном броске единицы или двойки, соответственно, равна 1 третье, да, потому что, потому что в данном случае это будет сумма вероятности выпадения одной из двух вот этих вот наших целевых значений, либо единицы, либо двойки. Соответственно, вероятность выпадения единицы равна 1 шестая, да, так как у нас единица находится только на одной из шестиграней игрального кубика, ну и, собственно, у двойки, для двойки справедливо тоже самое. Ну, далее. Задачки, да, то есть мы сейчас много-много проговорили о, так сказать, определениях, аксиомах и подходах к определению вероятности случайного события. Вот, ну, на самом деле, ну, в своем базисе, да, теория вероятности, она не является сложной, да, и здесь более нам интересно все-таки решение практических задач. Вот, ну, и в данном случае, вот, первая задача. Если мы бросаем игральную кость, то нужно выразить события А, Б, Ц и Д, да, через, через формулу нахождения вероятности, вероятности этих событий, да, вот. Вот, ну, вот, например, какова вероятность, что произойдет выпадение четного числа очков, да, выпадение нечетного числа очков. Здесь, в принципе, все понятно, да, то есть у нас на кубике имеется равное количество четных и нечетных чисел. Ну, в результате у нас есть шесть грани, да, и, собственно, вероятность события А и Б, да, не будет равна 0,5. Ну, соответственно, давайте, ну, так я обозначу, да, события С, вероятность выпадения очков кратного трём, то есть кратно трём у нас тройка и шестёрка, да, то есть два числа и выпадение числа очков большего, чем 4, то есть это 5,6, да, ну, и смотрите, то есть как это всё выражается, вот. В событии А, да, то есть события А это выпадение четного числа очков, двойки, четвёрки и пятёрки, то есть это сумма событий, да, сумма событий. То же самое относится и к событию В, да, то есть выпадение единицы, тройки или пятёрки также из шестиграней даёт нам вероятность 0,5, да, но событие В выражается как сумма этих событий. Ну, и, собственно, события С это сумма событий выпадения тройки и шестёрки, события D это сумма событий выпадения пятёрки и шестёрки. Далее, вот такая задачка. Есть некая электрическая схема, состоящая из четырёх однотипных элементов, которые включены по схеме, представленной ниже. Ну, есть события, которые гласит, называются выходом из строя, да, это некое событие А и Т, да, и необходимо записать событие С через события, где событие С это разрыв цепи. Ну, давайте смотреть. У нас есть четыре элемента, да, и все вот эти четыре элемента могут выйти из строя. И нам нужно выразить вероятность разрыва цепи, да, когда, собственно, вот это событие будет происходить. Ну, смотрите, у нас элементы 2, 1 и 2, да, и 3 и 4 подключены параллельно. То есть, выход из строя элемента 1 не замыкает цепь, да, или выход из строя элемента 4 тоже не замыкает цепь. Даже выход из строя элемента, ну, например, 2 и 3 также не замыкает цепь. То есть, не разрывает цепь, извиняюсь, не разрывает цепь. Так, значит, что же нужно, как же нужно записать события С, чтобы произошёл разрыв цепи? Разрыв цепи произойдет только при одновременном выходе из строя либо элемента 1 и 2, либо элемента 3 и 4. То есть получается, что у нас событие А1, выход из строя, допустим, умножить на событие А2. То есть здесь у нас используется формула произведения событий. То есть они одновременно должны выйти из строя. И, соответственно, произведение события А3 на А4. То есть выход из строя 3 и 4 элементов. То есть разрыв цепи у нас будет наблюдаться, когда либо 2 вот этих элемента выйдут из строя, либо 2 этих элемента выйдут из строя, либо все элементы выйдут из строя одновременно. Ну вот, собственно, решение, о чем я говорил далее. Далее тоже такая классическая задачка хрестоматийная по теории вероятности. По мишени производится 3 независимых выстрела. Вот вероятности попадания при этом. Ну, допустим, мы знаем эти вероятности. В первом, втором и третьем случае, соответственно, равны 0.3, 0.4 и 0.5. И, соответственно, нам нужно найти вероятность того, что все 3 выстрела попадут, то есть все промахнутся, все попадут в цель и в цель попадет хотя бы 2 выстрела из 3. Ну, смотрите, то есть решение этой задачки довольно простое. Какова вероятность того, что все 3 выстрела подряд, они пройдут мимо цели? То есть, по сути, у нас должны сработать во всех трех случаях негативные события. То есть, для первого случая, для события х. То есть, у нас событие А1 мы помножаем на событие А2, помножаем на событие А3 и получаем вероятность того, что все 3 выстрела пойдут мимо цели. Далее, то есть, события Y, все выстрелы попадут в цель. В таком случае мы из единицы вычитаем вероятность события А1 и, соответственно, перемножаем единицу на событие А2. То есть, это уже вероятность попадания. Мы помним, что вероятность случайного события лежит в интервале от 0 до 1, не включительно, а вероятность достоверного события равна 1. Соответственно, мы из вероятности достоверного события вычитаем величину нашего события и получаем вероятность реализации противоположного события, то есть, попадания в цель. Ну и третий, да, единица минус, умножить на единица, ой, извиняюсь, единица минус А3. Ну и с третьей задачей, да, ну здесь вот, здесь вот у нас указано так. Так, ну я сам немножко невнимательно прочитал задачи, это вероятности попадания в цель. Ну, соответственно, у нас решения меняются местами, да, вот это вот Y, X будет, да, вот это вот Y. Вот, да, вот я тоже невнимательно посмотрел. Собственно, совет, да, внимательно читайте условия задачи. Ну вот, собственно, вероятность попадания, да, 0,3, 0,4 и 0,5. Вот, соответственно, вероятность промаха, ну, как я говорил уже, это единица минус наша вероятность попасть. То есть, мы получаем, это вероятность, вероятность промаха. Промах, промах, да, промах, промах. И, собственно, все три промаха должны пройти, должны пройти последовательно, да, то есть, должны все реализоваться. И, в результате, мы получаем вероятность промаха всех трех раз, да, ну, 0,21, ну, или 21%. Далее, то же самое применяем для вероятности попасть все три раза подряд. Она равна 6 суток, да, вот, как бы здесь тоже ничего такого сложного нет. И далее у нас третий вариант, это вероятность попасть хотя бы два раза в цель, да. Ну, и здесь мы должны перебирать вероятности события Z, да, то есть, два выстрела из трех должны попасть. Вот, и здесь у нас есть такие случаи, когда первые два выстрела у нас попадают, да, а третий мы промазываем. Второй случай, когда у нас первый и третий выстрел попадают, второй мы промазываем. И, собственно, первый промазываем, и второй, третий попадаем. Вот, соответственно, у нас есть, ну, естественно, в каждом из случаев должны вот эти вот события происходить последовательно, да, то есть, мы их перемножаем, да, перемножаем, да, и потом складываем вероятность всех этих трех случаев между собой. И получаем значение 0,29. Ну, на этом данное видео теории вероятности мы заканчиваем. Повторюсь, что более детально все вопросы мы будем разбирать касательно теории вероятности на лабораторных работах. На этом, в данном видео все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok